Вестник Кавказа 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 И так физически, как я уже сказал, итальянцы выглядели не очень хорошо, а уж в десятером против разыгравшихся испанцев, ну просто им выстрелить было очень трудно. А испанцам надо отдать должное, они финальный матч доиграли до конца, не стали они жалеть своего соперника, забили четыре мяча, могли бы, наверное, забить и больше, но и четырех оказалось достаточно для того, чтобы испанцы вошли теперь в историю. Это единственная команда, которой удалось два раза подряд выиграть чемпионат Европы. А вообще за последние четыре года испанцы выигрывают все, там и на клубном уровне, и там Барселона, которая потом побеждала в Лиге чемпионов, постоянно выходила в финалы, и особенно на уровне сборной. Чемпионат Европы, чемпионат мира, вновь чемпионат Европы, трудно сказать, что будет через два года в Бразилии, где будет проходить очередной чемпионат мира, но что-то мне подсказывает, судя по возрасту игроков, и по тому, как новые имена все время появляются в сборной Испании, что сборная Испании через два года будет выглядеть фаворитом. Вообще, говоря о том, как завершился этот чемпионат, безусловно, Испания настоящий чемпион, нравится это кому-то или не нравится, уже многие стали говорить о том, что испанцы надоели, вот у них такая игра, они все время перепасовываются, владеют мячом, не дают играть другим. Ну, это, знаете, разговоры в пользу бедных, если вы можете отнять мяч у этих ребят, у испанцев, ну попробуйте отнимите, они играют в прекрасный, атакующий, зрелищный футбол, я не очень понимаю, что не нравится. Не нравится, что они все время побеждают, ну а что делать, если они сильнее всех. Испанская команда, ее сейчас называют командой мечты, и, наверное, да, действительно, эта команда, она близка к идеалу, наверное, сборных. Сыгранная, в основном строится на игроках из двух клубных команд, это Мадридский Реал и Испанская Барселона, Каталонская Барселона, вот, очень сыгранные по линиям, с хорошим взаимопониманием, что и показали практически все матчи. Не было ни одного провала у сборной Испании, можно сказать только, ну, о матче с Португалией, которая завершилась в ничью, и там послематчевые пенальти были, но испанцы и в этой игре не выглядели, ну, как минимум, хуже, да, своих визави. Поэтому, мне кажется, что все здесь закономерно, я думаю, что не только я так думаю. Но, вообще, если говорить вообще, в принципе, об этом чемпионате, о том, как он был проведен двумя странами, какие результаты у нашей сборной, то давайте вот в следующей части нашей программы, как раз об этом и поговорим, ей посвятим, вот эту часть посвятим этим вопросом. Напомню, что вы смотрите «Вестник Кавказа», я Гия Саралидзе, и мы говорим о футболе.